друзья заходим на территорию пионер лагеря бывшего вот такие ворота остались тут грязи по колено ну давайте посмотрим вообще все заросло вот здесь такие маслы валяются только что собаку спугнули не знаю она не сторожевая по-моему просто одичавшие так сразу кпп блин знаю пролезу я тут по воде нет давайте заглянем вот здесь сидел вахтер судя по всему так ну сейчас тут стандартный бомжатник так не знаю на дрова может кто приготовил ну собственно ничего интересного тут нету так вообще по таким местам всегда очень стрёмно ходить не знаю как вы боюсь на иголку наступить наркоманскую сразу вам весь набор гепатитов ой блин а может и ботинок пробить вич гепатиты все вместе смотрите как территория заросла то есть реально дикий уже вот забор местами повалился а вот дорога асфальтовая так уже реально все заросло здесь территория была собственно лагеря вот остатки ворот каких-то так посмотрим что это такое вот какой-то забор шел а может не забор может сооружение какое-то было нет ворота ворота вот от ворот осталось как видите по кирпичу не очень старое все то есть я думаю что он функционировал до конца восьмидесятых вот аллея сохранилась море как естественно асфальт сохранился вот тут я так понимаю вот эти деревья все выросли уже после того как лагерь был заброшен весь вот этот кустарник ну ладно продвигаемся дальше посмотрим что впереди вот такое здание вы услышите судя по кирпичу она вообще новое так он еще остатки проводки он даже фонарь какой-то висит разбитый не знаю ты не конец восемидесятых это нулевые а то десятые годы он совсем новое здание так вон пошло туда ух ты там сколько этих сооружений так а вот это здание собственно сама ничего давайте направо или вперед идем блин тут я уже вижу здание а тут направо идем вон там я вижу здание вот буквально начинаются постройки единственное не понимаю вон там здание стоит там окна целая частично а ну что частично не брошенное что ли просто в россии есть такой древний обычай если здание остается без охраны в нем сразу выбивают окна здесь как-то странно часть окон это часть есть посмотрим вот это же здание с другой стороны и он я вижу подъезд так давайте попробуем туда пробраться что тут все закон кидали яма какая-то так подъезд открыт вот это жесть ладно и так пионер лагерь смотрим что у нас тут так цокольный этаж зато так не провалиться вот здесь жили пионеры а сейчас суть письмо бомжи иногда живут ух ты сегодня празднику ребят ликуют пионере ведь сегодня к нам с утра приехал лаврентий палыч берия смотрите пионерский шкаф тумбочки так упаковка чего с презерватива не пойму так вот друзья в советское время было очень много пионер лагерей в одном даже я месяц жил родители за каким-то чертом рожали детей смотрите душевая зачем они это делали они знали и тут же старались детей куда-нибудь сбыть вот здесь пионеры срали вот старались их сбыть сначала в детский сад но потом в году на пару месяцев надо их забирать этих детей из детского сада он там вроде не работает типа каникулы или работает не помню как быть дети же не нужны не 10 месяцев в году а в принципе нужны ну соответственно детей отправляли отдыхать вот в такие вот лагеря но то устал ребенок понимаете весь год напрягался и устал надо отдохнуть кирак его вот в такое вот местечко отдыхай себе а потом что потом а потом мне кажется сейчас будет проявляться фу-фу-фу безнравственное поколение будут брать родителей говорит что вы устали наверное за долгую жизнь вам такой пансионат нашли злые языки поговаривают что это дом престарелых нет это шикарный пансионат сгоняйте-ка вы отдохнуть туда а мы как вы к нам раз в неделю приезжали в какую неделю пару раз в смену приезжали родительский день был ну вот ученик же должен превзойти учителя должен значит мы будем приезжать вам раз пару лет вот родители скажут кто их такими воспитал так обойтись со стариками какая жестокость мы же вас не такими деточки воспитывали мы же вам говорили что старших надо уважать к родителям нужно почтение проявлять мы же говорили это вот это вот знаете очень популярная тема совке я же говорил а лестница ты нету на верхние этажи камрада мы не попадем смотрите лестницу фашисты спилили ну и хрен с ней идем дальше первый этаж вот такие вот дела идем дальше смотреть так еще одно типовое здание еще один подъезд он там еще одно такое зайдем сюда за учет у меня теперь подозрение что лестнице поспилили везде так ну да ладно типовое здание как и все в нашей с вами необъятной стране ты всегда стремились к унификации зданий людей мыслей смотрите какая хорошая да лестница тоже нет сразу видите на следующий этаже нету лестница она вот здесь была когда-то ну вот в этом типовом здании жили типовые пионеры типовые советские дети которых типовые родители отправили искать типового счастья на типовой отдых скажем так отправили разница некоторая была нельзя говорит что все было совсем уж типовым кто-то не знаете разница была ночью днем разницы не было ночью начиналась самая разница одни ревели в подушку не имея возможности вместить что родители от них отказались надо бы типовое общество их не осуждало они сделали это типовым методом проявляя такую заботу в кавычках о детях вот они плакали и боялись что кто-то услышит что их услышат типовые друзья потому что типовые друзья начнут типовым методом над ними издеваться следующую ночь они будут сами также типовым плачем надрываться но эта ночь будет за ними другие пионеры придавались анонизму причем это могло даже но не то чтобы совмещаться но скажем так очень плотно соседствовать во времени поплакал успокоился передернул затвор еще поплакал чуть-чуть и спать лег ухты ботинки чит стоят по размеру это не пионерски минимум комсомольски а то идем батоны партийные что-то тут все понятно что типовое банки трехлитровые вот типовые кровати так там дождь начинается кажется надо идти дальше уже территорию снимать я таком что в этих зданиях везде лестницы спилены на вторые этажи мы с вами блин не попадем так идем на выход все валим на выход друзья на выход продолжаем прогулку по раздолбанному пионерлагерю зашли еще в одно здание я думаю что это какое-то было ну не хозяйственное здание может столовая то есть общего пользования или баня хрен его знает может баня тут как-то номеров я не вижу так что это у нас тут на стенках что-то висит смотрите какие-то рабочие портки здесь что это а ну провода драли очевидно да 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 лестница тоже развалена и смотрите какое дело выключатели целы то есть во первых даже проводка вон цела бомжи что-то обленились понятно что там не бог весь сколько алюминия вот а то может и меди выключатели целых них техническое серебро правда очень мало но тем не менее но там есть на клеммах короче бомжи обленились творчеством видимо занимаются ничего делать не хотят так ну что здесь вот что могло быть в этой комнате пыточная даже тумане приложу так идем дальше вот здесь лестницу спилили да трудно жить на свете пионеру петь и бьет его по роже пионер сереже что тут могло быть то что тут идет пакета все был бы немножко помоложе да по удалей я бы сейчас погромил побил бы немножечко а то как не родной прям в этой стране хожу еще ничего не разбил не сломал не поджег даже так прям как не русские елки-палки ух ты тут сральник очевидно был не наверное это правда была баня где-то мужская где-то женская где-то совместно кому как вообще пионер лагерь до интересное место а значит что самое интересное я читал книжку это побег из лагеря смерти кореец написал точнее не написал она диктовал американскому журналисту единственный или один из немногих людей которым удалось бежать из северной кореи так вот он написал что там дети которые рождают в концлагерях сразу у родителей узников концлагерей фуны вон тут вот эти дети они живут изначально в концлагере поэтому собака лаят поэтому отношения к ним соответствующие ну как заключенным и например когда тебя дубасит то ты даже не расстраиваешься воспринимаешь это как должны вот а значит интересно казалось бы вот рождался советский октябренок или кто он там ну да октябренок первый первый ранг так вот родителям он сразу не нужен то есть в детский сад отдают потом там в лагеря вот это от сложной жизни отдыхать отправляют почему он не черствел почему он еще там 12 к 14 годам прежде чем спится ну как бы не считал что это нормально еще но он родился в таких условиях когда он родителям не нужен то есть родители его чпокнули либо в пьяном угаре либо потому что соседи сказали вам пора очевидно что мне нужен почему такое положение вещей не воспринимал как нормально это удивительно что по идее это человек ко всему привыкает как говорится даже к веревке подергается потом успокоится а это не это это действительно и вот я сколько помню свою пионерскую участь в пионерлагере да многие сидели реально так прям на депрессии что хренак родители в пионерлагерь сдали как будто могло быть что-то другое то есть из десяти лет десять лет из десяти с ним обращались так в общем то как и сейчас и он тем не менее чего-то там удивлялся ладно давайте дальше пойдем лестницы посрезали я хотел по верхним этажам полазить ну ладно идем посмотрим дождик собирается кажется друзья смотрите какой дом нашел судя по всему это баня окна целый дом еще ну недавно в нем жили вот судя по этим вот нас там это похоже на банные насты смотрите дверь прикрыта да сейчас зайдем сам дом потом попробуем зайти в эту дверь это так краем заглянул здесь смотрите еще будет цел линолеум цел но это не знаю на что похоже да нет тоже на пионеры жили а может на реке сейчас живут что-то но каких-то из-под таблеток добра любопытнейшее место так крыльцо главное не грохнулся с него вышел мальчик на крыльцо почесать свое яйцо проваливается кстати это из пионерлагеря считалочка так а вот мы вошли наверное с другой стороны туда где дверь была а нифига так вот мне опять значит через кольцо идти как бы мне сейчас не почесать свое яйцо там доски проломаются смотрите-ка все целое еще давайте сейчас сходим за ту дверь мне кажется там что-то ужасно стопудово там должно быть что-то ужасное кстати тут охрана ходит судя по всему одного я уже увидел смотрите друзья тут все еще цело обалденно так водки че-то лежат вот еще тут остатки мебели о ремень может им пионеров наказывали смотрите-ка мебель как да очень интересно посмотрите какой сервант вот что-то непонятно так ладно идем дальше сейчас пойдем посмотрим что вон в том доме ну что вот подошли к этому дому пока не заходили а вон тот от которого мы ушли не грохнуться бы с камерой глины кругом смотрите все цело относительно недавно бросили все стекла цело почему их не выбили что не уж стрёмно охрана что здесь серьезно так ну ладно давайте зайдем или пришли так тут провода драли кто-то ботинки забыл о лестницу нашел тут что у нас паркет даже цел остался ничего интересно ну чё одна единственная лестница надо бы залезть грохнуться боюсь блин ну блин она деревянная хохохохохохо мы полезли баркет ну ну не знаю я насколько все прогнило не прогнило не шарахнуться бы сейчас вместе с этим этажом двухъярусная кровать что ли у книга в к арсеньев держу у зала вот эти чем насыщал свой ум советский пионер это что такое бенгальские огни что ли пустые тетрадки нигель нигель друзья мои что у нас еще тут есть да собственно ничего мне кажется тут рабочие жили какие-то вот видите ухты оранжевые жилеты тут жили рабочие скорее всего не знаю какие рабочие может каких-нибудь вот коммунальщиков расселяли короче здесь были какие-то рабы о сумочка теории практикам клинической лабораторной диагностики так любопытно ну что собственно по моему весь второй этаж ну да как бы получается весь так вроде весь дом осмотрели да ну давайте тогда выходим из него подачу очень пищу так а это что брезент какой-то валяется на кустах давайте камеру почему-то сейчас спускаться вот сюда как бы мне не шарахнуться вместе с другой стороны этот же дом еще один вход в него а вот здесь такое очень интересное место вытащили стулья и вот как беседка такая импровизирована здесь наверное проходят расширенные заседания гастарбайтеров судя по останкам одежды я тут вижу это гастарбайтеры жили живут конференция судя вот поэтому столу раз пленарка у корзины для мусора санузел пленарка пленарное заседание господа коллеги сегодня у нас основной вопрос на повестке не выплата зарплаты в течение одного года принимаем к рассмотрению какие есть мнения он первый который руку сразу тянет работать дальше у вас у вас пожалуйста высказывайтесь несомненно работать дальше неважно сколько не будут платить зарплату и такая рука на задних рядах трясущаяся пожалуйста я вот даже не знаю я вот недавно смотрел youtube первый циничный канал там некоторые аган себастьян говорит что можно не работать с творчество деньги получать и так зал такую все хватит коллега хватит-хватит глупости говорите даст творчество можно вот ему все хватит ну коллеги но мы все равно не получаем чем мы рискуем все ну и тут председателя все прекратите лишаю вас слова явно коллега не компетентен не подготовился конференции направим в его организацию специальное письмо что больше таких некомпетентных людей не присылали на конференцию ну аплодисменты естественно аплодисменты всеобщее ликование да смотрите какая интересная штука вот ни в коем случае никакого творчества глупость какая творчество работаем дальше коллеги работы у кого какие предположения ну предполагаю что в ближайшие два года конференцию собирать не надо потому что ничего не изменится платить нам все равно не будут резонно поддерживаю поддерживаю ваше предложение председатель ну что ж тогда не будем затягивать не будем злоупотреблять хозяйский хозяйской добротой нам и так для конференции время выделили приступаем к работе друзья идем работать и все аплодисменты и уже до хлопают так сказать на выходе вот такие конференции тут проводятся давайте попробуем вот в этот дом зайти другая сторона там вот я думаю что мне эти двуспальные кровати напоминают нары в концлагерях кстати я почему про рабочих-то говорю я тут немножко подальше прошел там машины стоят действующие не стала туда заходить то есть на части территории лагеря ну как стройка какая-то да это нары судя по всему ну тогда вполне возможно на конференции рассматривается еще один вопрос заимствование европейского опыта в организации быта и досуга рабочих первый доклад слушается освенцем аушвиц беркинау ой блин ну что лезь не лезь вон там она прям не знаю блин если я сейчас полечу да аушвиц беркинау так спали на мешках и соответственно были довольны ну что ж коллеги как-никак уже прошло много времени с функционирование этого замечательного заведения не полезу я шлепну сейчас на этой лестнице вот давайте что-то еще рассмотрим давайте майданок вот там нары примерно такие же как раз о майданок совсем другое дело но коллеги давайте не забывать что наше государство щедро выделил нам как видите каменное помещение а в майданоке постояльцы жили в деревянных времяночках мы шикуем давайте не будем отказываться почем зря от предметов роскоши хорошо хорошо говорят коллеги бухенвальд видите ли бухенвальд на данный момент разрушен практически весь и осталось очень мало информации о том как жили там насельники вот но предлагаю нечто среднее сделать нары позаимствовать в майданоке а вот помещение каменное прям как ваушвиц беркинау ну да конечно не такое новое не такое подчиненное но сам пионер не брезговали вот видите друзья какие тут серьезные повестки обсуждаются ладно идем дальше